Продолжение следует... ...удары в интервенцию против СИИ. Данных много, они широко доступны в интернете. Эти данные приводятся и в том отчете, который наши эксперты подготовили по событиям, связанным с применением химического оружия в районе Алеппо в марте этого года. У нас есть данные, и их много, действительно, относительно тех инцидентов, которые произошли в августе в районе ГУТа. ...недалеко от Дамаска. Повторю, все это мы будем рассматривать в сайте безопасности. Вместе с отчетом, который был представлен ООНовскими экспертами, отчет подтверждает, что было применено химическое оружие. А о том, кто это сделал, предстоит выяснять. И, повторю, массив информации, который указывает на провокационный характер этого эпизода, огромен. Мой заместитель Сергей Рябков сейчас находится в Дамаске для переговоров с сирийским правительством, в том числе для того, чтобы обеспечить безукоснительное выполнение тех решений, которые будут еще приняты организации по заключению химического оружия. И в ходе этих переговоров ему передали сирийские власти материалы, которые подтверждают провокационный характер тех событий. Я их еще не видел, но уверен, что эксперты будут с ними работать. И, конечно же, мы их представим в сайте безопасности. Продолжение следует...